10 ноября 2017 года мир комедии вновь содрогнулся, ведь из жизни из-за рака головного мозга ушел публицист, юморист, сатирик, писатель и стендап-комик Михаил Задорнов. Всю свою карьеру Михаил говорил, что американцы тупые, а под конец жизнь его самого сделала американцем, ведь прежде чем вас убить, рак головного мозга делает вас тупым. Ну тупые, вот точно как. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и прежде чем до вас полностью дойдет смысловая нагрузка шутки и вы начнете меня тихо ненавидеть, хочу сказать, что данный выпуск это дань уважения Михаилу Задорнову и давайте не будем томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу. Свет, камера, мотор! Данный выпуск я начал с колкой шутки неспроста. Я вас просто подвожу к тому, что нужно шутить над всем, в особенности, когда происходит что-то жуткое, как например смерть от рака головного мозга. Ведь если происходит цунами или вулкан, теракт, вашу бабушку сожрали бомжи, нужно шутить, чтобы уйти от страха смерти, чтобы нарисовать улыбку на своем лице. А если умирает комик, то нужно шутить в два раза больше и в два раза сильнее, потому что комик жил шутками. И пошутить это лучшее дань уважения. И если вы до сих пор меня ненавидите, то вы лицемеры. Ведь пошутея над человеком, которого вы не знаете, или над нацией, которой вы не знаете, пошутея над человеком, которого вы ненавидите, вы бы улыбнулись, посмеялись, возможно, даже бы похлопали. А тут... нет. Михаил был такой же человек, каких умирает полным-полно каждый день. Ставьте плашку равно и смейтесь, и убирайте свои лицемерия. Но я продолжу. Итак, дань уважения. Хотелось бы сказать искренне спасибо Михаилу, ведь он был одним из тех, кто открыл для меня дверь в мир стендапа. Потому что, по мне, это был самый первый и самый знаменитый стендап-комик России. До всех этих ваших ТНТ и Ютуб-блогеров, которые меняют себя стендаперами. Он был первый и, можно сказать, единственный, который выходил на толпу один на один, только он, его микрофон и мысли, и все. Шутил как ванлайнерами, так и через сетапы панчлайн. И, пересмотрев все его выступления, я понял, что мне нравятся моноспектакли, которые заставляют тебя смешить. И, с учетом того, что юмор ТНТ меня не особо радовал, да и юмор ребят с Ютуба русского меня не особо радовал, я пошел на Запад, пошел ко всем истокам и изучил их, черт возьми, всех. И вам это советую. Я советую вам изучать комедию, чтобы впоследствии по-другому смотреть на мир. Изучить всех, от англичан до американцев, от австралийцев до ирландцев. Джима Джеффриса, Джо Рогана, Дага Стэнхопа, Дилана Моррена, Луиса Сикея, Джорджа Карлина. Всех, даже Лени Брюса, поизучайте. И ваш мир немножечко изменится, картина станет больше, вы по-другому будете смотреть на мир. Возможно, сами захотите взять микрофон в руки и шутить перед народом, ну или хотя бы на камеру. Если вы понимаете мой месседж, если вам понятна данная дань уважения, и вам нравится этот посыл, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте и распространяйте данное видео, чтобы все постепенно втягивались в искусство стендапа. Но если не понравилось, то не нужно ставить дизлайк и писать, что я некомпетентен. Нет, ответьте мне колкой-шуткой. Именно шуткой, которая бьет прямо по хребтине. Покажите свой интеллект. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рышкин, самый субъективный продач во всем ютубе, во всем интернете, давний почитатель стендап-комедии. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк.